МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нам 55 лет. И, как показал фестиваль, нам есть о чем рассказать и чем гордиться. Как раскрыть культуру другого народа, ее ценности, красоту, чтобы это было интересно каждому зрителю и слушателю? Вопрос непростой. В поисках ответа на него три года назад и был организован фестиваль «Голос Евразии». Учредители и организаторы фестиваля в Хакасии, Всероссийская гостелерадиокомпания и правительство республики, которая поддержала проведение всероссийского конкурса в Хакасии. В республику было прислано более 200 работ, участие приняло более полусотни телекомпаний со всей страны, от Сибири до Калининграда и Северного Кавказа. Конкурс телевизионных и радиопередач на национальных языках охватил практически всю страну. Константин Куцевалов – корреспондент ГТРК ТВА. На фестиваль он с коллегами привез программу «ТУВА. Очевидное, невероятное». Цикл передач рассказывает о традиционных праздниках. Свой вердикт в жюри фестиваля вынесет только завтра. А тувинские коллеги и местные зрители работу Константина уже оценили. Теперь он местная телезвезда. «Похвалили, порадовались за меня, что я теперь много знаю. И они сказали, что ты теперь, Костя, настоящий тувинец. Русский тувинец, как называют. Ну и таксисты, да, маршруточки, просто какие-то мужики на улице уже начали приветы передавать или еще как-то. Ну, тувинцам понравилось. Я боялся, что вдруг наоборот будет эффект, что раздражать начнет. А наоборот получилось. Это хорошо». Фестиваль «Голос Евразии» – это площадка для обмена опытом творческими идеями по созданию проектов на национальных языках. Если федеральные каналы в основном выполняют информационную и развлекательную функцию, то региональные телекомпании продолжают снимать просветительские и художественные программы. Причем делают это на своих родных языках. «Только местные компании практически, по большому счету, эту миссию серьезно и выполняют эту задачу решают. Поэтому коллегам отдельное большое спасибо, потому что в каждом регионе существуют программы на национальных языках, что очень важно для сохранения этноса, культуры, истории, развития, традиций, передачи лучших традиций молодежи. Без этого нет будущего». Участников и гостей фестиваля приветствовал глава республики Виктор Зимин. «Голос Евразии» готовился при непосредственной поддержке правительства республики. «Одной из главных целей фестиваля «Голос Евразии» является поддержка теле- и радиопроектов, которые рассказывают о традиционных культурных ценностях и самобытности народов России. Это очень важно, потому что наша сила в многообразии и солидарности». Лучшую телевизионную радиопрограмму будут выбирать в девяти номинациях в жюри «Эксперты» в области кино и журналистики. Определить победителя, которому достанется гран-при, будет непросто. «Такое разнообразие работ. Тюменская, Новосибирская. Вот сейчас посмотрели, перед самым началом, наконец-то работают из Хакасии, Бурятия, Красноярск, Башкортостан. То есть вот такая панорама, которая представляет этот фестиваль, она уникальна. И работы в основном высокого профессионального уровня. И что очень самое важное, что вот эта культурно-информационная панорама страны, она на этом фестивале представлена полной и масштабной». Сегодня гости и участники фестиваля посетили мастер-классы, а жюри продолжила просмотр и оценку телевизионных и радиопрограмм. Итоги будут подведены завтра на церемонии закрытия. На фестивале «Голос Евразии» сотрудники нашей телекомпании получили государственные награды и благодарственные письма правительства республики. Алексей Беркаяков, корреспондент национального вещания гостей радиокомпании «Хакасия», получил звание заслуженного работника культуры республики. Благодарственные письма главы были вручены режиссеру Нелли Окуневой, заместителю директора Дмитрию Драничкину и Василию Сазонову, руководителем... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова